В последнее время снова стали все чаще говорить о грядущей в России мобилизации. Об этом говорят независимые эксперты, об этом говорят провоенные блогеры. И законодательные инициативы, которые принимаются, они посвящены в том числе мобилизации. Например, нашумевшие принятые Владимиром Путином поправки, которые в том числе закрывают выезд для тех, кто подлежит мобилизации, ну то есть в случае призыва там нет даже 7 дней теперь для того, чтобы выехать. Ну и другой блок вот этих вот самых поправок, о которых мы с вами уже говорили. А помимо этого еще и законопроект за уголовную ответственность, про который рассказал Картополов, который многими считался похороненным, но нет, оказалось, что он живее всех живых и совсем скоро может уже осенью быть внесен в Государственную Думу и соответственно стать законом и появится уголовная ответственность за уклонение от мобилизации. Задача, которую я ставлю перед собой в этом ролике, это максимально ознакомить вас с двумя факторами риска. Первый – это мотивы российского государства для проведения мобилизации. Второе – это технические возможности, которые Россия пытается себе обеспечить. Дело в том, что многие, смотря там видео про мобилизацию, читая новости и прочее, подходят к этому скорее эмоционально. То есть начинают панически принимать решения и, к сожалению, зачастую принимают их не очень хорошо. Ну, то есть кто-то готов бросить все в надежде переждать 2-3 месяца, а затем вернуться в Россию. Это не самая лучшая стратегия. Для чего вообще нужно это видео, по крайней мере, на моем канале. Глобальная моя задача состоит в том, чтобы как можно меньше россиян было мобилизовано войска. Потому что чем меньше у России войск, тем скорее закончится эта война. То есть каждая новая мобилизация повышает риск следующей мобилизации. Потому что приток новых военных позволяет России обороняться или, может быть, даже наступать. Хотя успешных наступлений от России мы не видели за последние 9 месяцев. И в этом контексте важно, чтобы человек сам принял решение, каким именно способом он будет избегать этой мобилизации, какие у него есть возможности и какую стратегию ему следует выбрать. Для того, чтобы принять это осознанное решение, нужно понимать риски, которые есть. Рамка общая заключается в том, что чем дольше идет война, тем выше риск мобилизации. Потому что мобилизация – это в первую очередь военный инструмент. Инструмент для пополнения рядов собственных военных. С этим есть проблема у российской власти. Именно поэтому мы видим, что мобилизация проводится позже, чем она необходима. Как это было с той самой первой волной мобилизации, объявленной 21 сентября. С военной точки зрения это было позже, чем надо. Происходит это по политическим мотивам. И проблема у российской власти состоит в том, что давление этих политических мотивов будет только нарастать. Потому что в 2024 году будут выборы Владимира Путина. Да, в России не существует настоящих выборов. Да, никакой альтернативы и конкуренции на этих выборах не будет. Однако власть все равно рассматривает это как фактор риска. Потому что на фоне недовольства проходящие выборы могут серьезно породить вопрос в голове людей. А что вообще происходит? Почему нами так долго правят? И почему правят столь неуспешно? И вот на балансе этих двух вещей – военной необходимости и рисков, связанных с политической плоскостью – принимаются решения. Принимаются они Владимиром Путином. Поэтому важно здесь нота Бена подчеркиваю. Никто, ни один человек не сможет вам сказать, будет ли новая волна мобилизации и когда она будет. Почему никто не сможет сказать? Потому что довольно несложно, ну то есть требует некоторого усилия интеллектуального, но можно сказать факторы, которые указывают на то, что мобилизация будет. И даже есть факторы, которые указывают на то, когда она будет. Однако из-за того, что решения принимаются одним человеком, по его собственным соображениям точно сказать невозможно. Поэтому я не люблю жанр прогнозов, потому что жанр прогнозов предполагает, что мы можем учесть все факторы, которые ложатся в их основу. Однако из-за того, что решения принимаются отдельно взятыми людьми, у которых свои мотивы, свои страхи, свои эмоции, мы не можем с высокой вероятностью заявлять о том, что то или иное действие произойдет именно в обозначенные сроки. Почему я это подчеркиваю отдельно? Потому что задача состоит не в том, чтобы предугадать, что будет в будущем. Задача глобальная состоит в том, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Именно это я и пытаюсь транслировать через свое видео. Вероятности, которые могут ожидать нас в ближайшее время. Именно на основании вероятностного развития событий, то есть всех вероятностей, которые существуют, люди могут принять рациональное решение. Но об этом мы поговорим чуть позднее в той части, где я буду рассказывать, какие варианты есть у людей, что им делать для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, и в целом, чтобы война закончилась скорее. Смотрите обязательно это видео до конца, и я надеюсь, что к его концу вы будете понимать. Первое, что сейчас происходит. Второе, почему все снова говорят о мобилизации, и почему это не просто разговоры. И третье, какой должен быть механизм и последовательность действий в случае, если вы не хотите умирать, и в случае, если вы не хотите быть соучастником преступлений, что в данном случае равнозначно абсолютно. Ну а поддержать это видео, помочь его распространить, можно с помощью лайка, комментария, подписки. Все эти действия подговорят алгоритму Ютуба, что это видео надо показывать другим людям. Также вы можете поддержать сам канал на Патреоне, ссылка в описании, или с помощью суперспасибо, кнопка с долларом в сердечке. Таким образом, вы можете оставлять платные комментарии, которые я обязательно прочту, потому что они выделяются цветом, и, собственно, их сложно не прочесть. Итак, первоначальная рамка. Что вообще с мобилизацией глобальной в России прямо сейчас? Мобилизация не закончилась. Указ о мобилизации, выпущенной Владимиром Путиным, продолжает действовать. Это не домысел, это не, значит, не знаю, не попытка выдать желаемое за действительное, хотя я не желаю мобилизации. Это конкретные судебные решения и пояснения от соответствующих органов. В судебных решениях, которые мы сейчас видим, указывается, что то или иное преступление, совершенное солдатом или не солдатом, совершено в период мобилизации. То есть суды напрямую в своих решениях указывают, что мобилизация продолжается. Я напомню, что Владимир Путин мобилизацию не отменял. Он устно сказал, что, ну, больше мы людей не набираем. Письменного указа об отмене мобилизации нет. На этом основании, в том числе военным, отказывается в возможности увольняться из, собственно, зоны военных действий. Потому что в отсутствии мобилизации, например, контрактники или добровольцы, почти в любой момент могут сказать, я увольняюсь, я больше не хочу. В момент мобилизации, если указ о ней продолжает действовать, они этого сделать не могут. Причем не только военные, но, например, и силовики, сотрудники Росгвардии и просто полицейские. 18 мая Верховный суд России уточнил, что периоды, объявленные указом президента мобилизации, заканчиваются только датой и временем ее отмены. То есть мобилизация, объявленная осенью прошлого года Владимиром Путином, продолжается. И для нового призыва мобилизованных отдельный указ не нужен. Что это означает? Что когда и если начнется новая мобилизация, не выйдет Путин и не скажет, у нас новая мобилизация. То есть просто в военкоматы, от Министерства обороны, поступят новые распоряжения о наборе людей по мобилизации. Людям начнут приходить повестки, людей начнут забирать и отправлять на фронт. Почему я проговариваю это отдельно? Для того, чтобы было понимание, что не будет явной точки, на которую вы сможете посмотреть и понять. Ну, началось. То есть даже когда это начнется, некоторое количество времени, несколько дней, а то и неделю, люди не до конца будут понимать, что именно происходит. Более того, точечный набор по мобилизации и не заканчивался. Периодически всплывают новости из разных регионов, где где-то 5, где-то 7, где-то 8 человек взяли по мобилизации и отправили на фронт. Но это не такой масштаб и не такие события, которые могли бы широко освещаться. Поэтому об этом довольно мало говорят. Теперь давайте о мотивации. Как я уже сказал, безусловно, мотивация военного толка является превалирующей. Зачем вообще нужна мобилизация? Мобилизация – это привлечение большого количества людей на фронт. На фронт для того, чтобы они там воевали, обеспечивали тылы, собственно вооружались и всячески вставали в оборону или даже в нападение. Как выяснилось по прошлой волне мобилизации, мобилизованных используют не только и не столько в тылу, сколько на передовой. Именно мобилизованными осуществлялись мясные штурмы и собственно мобилизованные были на передке. Об этом сообщали родственники мобилизованных, об этом сообщали сами мобилизованные в своих бесконечных видеообращениях, где жаловались, что им обещали совсем другого. Более того, зачастую мобилизованные поступают в распоряжение, значит, частей на линии фронта без обучения, без обмундирования, без навыков и знаний. Потому что у России есть только два способа воевать. Первое – это мясные штурмы, второе – это артиллерийский огонь. Если мы говорим не про оборону, а, например, про нападение и про попытку идти вперед, никакой другой тактики у российской стороны нет. Эта тактика еще современ Советского Союза осталась основной в российской армии. И продолжается, и продолжается. Мы видели это весь прошлый год. Сейчас Россия стоит в обороне. Но в этой обороне у России появляется все больше проблем. Если в начале украинского наступления каждый день выходил Владимир Путин и рассказывал «Мы все щелкаем, как орехи», то с течением времени в российской, в том числе, Z, так сказать, аналитике появляется все больше тревожных звоночков. И это несмотря на то, что недавно посадили Стрелкова, и они стали гораздо сдержаннее в своих оценках. То есть никто из них уже не разгоняет панические настроения. Однако нет, нет, да и пишут про то, что снаряды кончаются, контрбатарейка не работает. И отдельная тема это ротация. Ротация, я уже много раз повторял, но извините, что я так много раз повторяю про ротацию, просто это довольно важная история. Ротация это когда те, кто воюет на передке, заменяются на солдат, который, значит, в резерве. Эта ротация должна происходить хотя бы раз в месяц. То есть одни месяц воюют, вторые отдыхают, потом меняются местами, потом снова меняются местами, и потом снова меняются местами. Потому что отсутствие ротации приводит к моральному и физическому истощению. Человек на линии фронта становится все менее и менее эффективен. Мобилизованные, которые были мобилизованы в сентябре прошлого года, без ротации находятся на линии фронта уже 9-10 месяцев. Кадровая проблема сейчас одна из основных в российской армии, помимо проблем со снарядами. И в этом контексте все чаще и чаще с фронта доносятся призывы к мобилизации, что необходимо ее провести или каким-либо образом пополнить ряды военных. Россия пыталась пополнять ряды военных другими способами. С помощью добровольцев, с помощью контрактников. Ну, то есть развешивали рекламы, обещали несметные богатства. И регулярно отчитываются, что все это проходит очень успешно. Недавно Дмитрий Медведев заявил, что набрано 231 тысяча человек добровольцами с 1 января 2023 года по нынешнее время. Это не настоящая цифра. Тут, конечно, можно рассказать про разные хитрости, которые применяются в российской армии. Ну, например, про то, что в том числе в новых контрактников, вот в эту цифру записываются те люди, которые уже воевали, будучи добровольцами, и которые подписали контракты с Министерством обороны. Те самые контракты, которые были подписаны в результате приказа, ставшим триггером для событий с группой Вагнер, которые объявили мятеж. На самом деле на фронте было много добровольческих соединений, которые на самом деле не совсем добровольческие. Но это я уже не хочу углубляться. Я много раз про это рассказывал, и не хочется тратить время видео на это. Но суть заключается в том, что их подписывают, как бы, контракты с Минобороны, и вот приносят на стол бумажку с отчетом, говоря, что вот смотрите, это у нас новые добровольцы. Я бы мог про это рассказать. Я, собственно, рассказал. Но дело в том, что цифра, которую называют Дмитрием Медведев, она выдумана от начала и до конца. Никакой цифры в 231 тысячи человек не существует. Абсолютно все аналитики и независимые, и пророссийские, и провоенные говорят, что это просто неправда. Что их не видно, их нет. Их нет в полевых лагерях. Ну, то есть, чтобы вы понимали, 231 тысяч человек, это чуть-чуть меньше, там, на 70 тысяч, чем было во время мобилизации. Во время мобилизации мы видели колонны, мы видели отправки автобусов, мы видели полигоны, мы видели проблемы на этих полигонах, мы видели, как они поступали на фронт, мы видели проводы в социальных сетях, мы видели проводы в местной прессе, где рассказывается с помпой, как отправляют добровольцев. И мы такое встречаем периодически. Например, вот я видел публикацию, где 44 человека провожали из одного города. Значит, были пышные-пышные проводы. Ну, как, не те проводы, которые в могилу, это будет потом. Пока вот те, которых на фронт. И те масштабы, которые мы встречаем, говорят о том, что 231 тысяча, это просто выдуманная, абсолютно выдуманная история. Как мы можем это подтвердить? Подтвердить мы это можем по законодательным инициативам, которые применяются. Смотрите, если у вас все проходит хорошо, если добровольцев действительно много, если никакой проблемы с кадрами и с ротацией нет, то вы не ужесточаете меры, которые связаны с пополнением количества солдат в армии. Мы же видим обратную ситуацию. Так, например, Владимир Путин подписал закон, который поднимает призывной возраст для срочников. Этот закон вступит в силу с 1 января 2024 года, а не будет постепенно имплементироваться, как это анонсировалось раньше. Этот закон, опять же, вам наверняка хорошо известен, то есть теперь призывать будут не до 27 лет, а до 30 лет. При этом нижняя планка в 18 лет осталась неизменной. Хотя весь этот закон якобы вводился для того, чтобы понизить нижнюю планку с 18 до 21. Ну, в общем, здесь в очередной раз всех обманули. Но почему это важно? Потому что срочники – это как раз то самое мясо для вербовки в контрактнике. По другим законодательным инициативам, которые были приняты чуть раньше, срочника можно с первого дня начать вербовать в контрактнике. И в замкнутой среде, в среде части, когда обрабатывают политруки, когда некуда идти и прочее, прочее, вербовать в контрактнике, в добровольце гораздо проще. Поэтому добровольцы – это в кавычках. В общем, пополнение срочниками будет масштабное. И в этом контексте мы видим, что принимаются решения, которые связаны с тем, чтобы увеличить количество людей в армии, увеличить базу для того, чтобы из этой базы формировалось новое количество людей. Помимо этого, также в рамках подписания вот этого пакета законов, подписан закон о немедленном запрете на выезд за пределы Российской Федерации для призывников после получения повестки в электронном реестре. Касается это не только призывников, но и мобилизованных, например. То есть, раньше было как? Через семь дней предполагалось, что вот появляется в базе, вас об этом никто не уведомляет. Ну, то есть, повестку теперь не надо вручать руками. Вы появились в базе, через семь дней вам считается, что повестка вручена, и вам закрывается выезд за границу. После подписания этого закона, теперь все так, что с первого же дня, как вы появляетесь в этой базе, вам запрещен выезд за границу. Это означает, что не будет вот этого временного лага, в рамках которого вы могли бы, например, успеть уехать во время призыва, по крайней мере, по официальным каналам. Это все меры, которые, очевидно, направлены на то, чтобы увеличить возможности в рамках призыва. Но если вам кажется, что у этого есть двойное толкование, в конце концов, может быть, речь идет просто про призыв, а не про мобилизацию, может быть, я натягиваю сову на глобус, давайте обсудим инициативу последних буквально дней. Это история про уголовное наказание за уклонение от мобилизации. Этот законопроект, который впервые появился, когда была объявлена мобилизация в прошлом сентябре. Пока его согласовывали, пока его обсуждали, активные действия по мобилизации закончились. Ну, то есть, людей перестали массово мобилизовывать. И тогда Картополов, один из авторов законопроекта и вообще публичный спикер и публичный самый большой врун вообще из всех депутатов, сказал, что, ну, теперь этот законопроект потерял актуальность, поэтому мы его выкидываем, обсуждать даже не будем. Так вот, на днях он заявил, что он будет обсуждаться снова. Собственно, осенью на рассмотрение Госдумы планируется внести законопроект об уголовной ответственности за уклонение от призыва на службу по мобилизации. Об этом 4 августа сообщил глава Комитета по обороне Андрей Картополов. У нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена, сказал Картополов. Что здесь интересно, что когда законопроект этот в прошлый раз вносился, и когда они перестали его обсуждать, то вот же Картополов сказал, что он потерял свою актуальность, потому что мобилизация завершена. Сейчас он снова говорит, что этот законопроект будет введен и будет осенью действовать. Более того, сообщается о том, что правительство этот законопроект одобрило. Этот законопроект напрямую связан с мобилизацией. Это в нем написано. Ну, то есть это уголовная ответственность именно за уклонение от мобилизации. И в этом контексте сложно его интерпретировать как что-либо еще. Безусловно, многие, смотря на этот законопроект, думают, что мобилизация будет именно осенью, потому что необходимость такого законопроекта, вообще любая инициатива, связанная с мобилизацией, имеет необходимость только в случае, если что, правильно, будут мобилизационные мероприятия. Но есть здесь там и спасительные соломинки, которые заключаются в том, что пока этого законопроекта в думской базе нет, и в том, что, ну, Картополов человек, который постоянно путается в показаниях. Давайте, собственно, поскольку я не являюсь специалистом по законотворческим инициативам, я приведу вам мнение Фреды Рустамовой и Екатерины Шульман. Фреда Рустамова — это думская корреспондентка, то есть журналист, который следил за деятельностью Думы, и которая довольно неплохо в этом разбирается, но Екатерина Шульман — это вообще ее прямой профиль. Поэтому давайте ознакомимся с их совображением. Вчера ведомости со ссылкой на источники написали, что правительство поддержало законопроект, вводящий уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время. Сегодня эту новость подтвердил ТАСС, пишет Рустамова. Оба издания пишут, что в отзыве правительства речь идет о поправке председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, и что он предлагает обновить уголовный кодекс. С текста поправки ни у кого нет. В действующем законе есть уголовная ответственность за уклонение от прохождения срочной военной службы и альтернативной гражданской службы при отсутствии законных обоснований для освобождения. Картополов предлагает добавить в эту статью третью часть и ввести в ней наказание за уклонение от службы по мобилизации. Какое наказание предлагает Картополов, в отзыве правительства не говорится, утверждают ТАССы ведомости. Возможно, депутат достал из-под сукна законопроект, который готовился прошлой осенью. Тогда он вместе с другими единороссами планировал ввести за уклонение от мобилизации штрафы в 200-500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Документ в итоге не дошел до Госдумы. Путин и Шойгу объявили о завершении частичной мобилизации, депутаты вслед за этим передумали, назвав законопроект, утратившим актуальность. Что будет считаться уклонением от мобилизации? Поскольку законопроект не внесен в Госдуму, точного ответа нет, пишет Рустамова. Но, скорее всего, квалифицирующие признаки будут такие же, как и в случае уклонения от службы по призыву. Это, например, неоднократная неявка безуважительной причины в военкоматном мероприятии по мобилизации, например, на заседании мобилизационной или медицинской комиссии, подделка документов и нанесение себе увечий с целью избежать мобилизации, самовольное оставление сборного пункта. При этом сейчас уголовная ответственность наступает только для тех призывников, кто получил повестки. Это важная оговорка, ведь на сегодняшний день призывник может по тем или иным причинам не получить повестку, например, живет у друзей. Однако, как только заработает специальный электронный реестр, любая повестка будет считаться полученной через 7 дней после ее выдачи, даже если человек о ней ничего не знал. Исходя из формулировок в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе, неявка в военкомат для постановки на учет и уточнения изменений сведений о себе уголовным преступлением быть не может. За это возможен административный штраф до 30 тысяч рублей, начиная с 1 октября 2023 года. Откуда взялась эта поправка и что означает одобрение законопроекта за правительством, задается вопросом Фаридарь Устамова. Законопроекты, меняющие Уголовный кодекс, могут быть внесены в Госдуму только если они получили официальные отзывы правительства и Верховного суда. Если, как утверждают ведомости, правительство одобрило поправку Картополова в июле, это значит, что поступила она туда в июне-июле. Правительство должно готовить отзывы на законопроекты не позже, чем через месяц после их поступления. То есть эта поправка, возможно, должна была быть принята вместе со всем мобилизационным пакетом Картополова, который Госдума проштамповала под конец сессии. Она выглядит логичной частью этого пакета, но то ли потому, что отзыв правительства задержался, то ли из-за того, что поправка поступила поздно, документ не попал в Госдуму до ее ухода на каникул. Станет ли этот законопроект законом, задается вопросом Фаридарь Устамова. С одной стороны, одобрение правительства повышает вероятность того, что законопроект будет принят Госдумой. Но не всегда поправки, поддержанные правительством, добираются до Госдумы. Как мы уже писали, осенью начнется предвыборная кампания Путина, и власти должны будут раздавать населению плюшки, а не злить избирателей новыми репрессивными мерами. Если же законопроект все же внесут и примут, то мобилизованные, нежелающие воевать, могут собрать целый букет наказаний. Им и выезд из страны запретят и ограничат в других правах и смогут приговаривать к нескольким годам лишения свободы, пишет Рустамова. Вот что добавляет к этому Екатерина Шульман. Что можно понять про потенциально уголовное наказание за уклонение от мобилизации? Проекта в думской базе нет, следовательно, он не зарегистрирован у председателя, то есть технически не внесен. Вероятно, Картополу входит с ним собирает отзывы. Для внесения изменений в УК нужны отзывы правительства Верховного суда. Соберет, внесет сразу целым пакетом со всеми сопроводительными документами. Случится это, если случится уже осенью. Попытка не первая. В ноябре 2022 года примерно той же, похожей группой авторов, было заявлено на мере ввести изменения в статью УК 328, добавив к ответственности за уклонение от призыва и АГС, ответственные за уклонение от мобилизации. Проект тогда не внесли, мобилизацию успешно свернули, а потенциальные авторы рассказали, что идея утратила актуальность. Утратила, видать, не насовсем. Если правдива прилагаемая картина заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности, то правительство не возражает против уголовной ответственности за немобилизацию, хотя непонятно, какова эта ответственность будет. Текста самого проекта, напомню, ни у кого нет, но в прошлый раз карательные параметры были такие. Штраф от 200 до 500 тысяч рублей или в размере доходов от года до трех, принудительная работа или лишение свободы на срок до пяти лет. Также помним, что образец мобилизационной повестки, утвержденный правительством 24 июля, угрожающе сообщая счастливому получателю, что за нарушение обязанностей, предусмотренных законом о воинской обязанности и военной службе, и законом о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ, в отношении гражданина могут быть применены меры административной уголовной ответственности. А уголовной ответственности сейчас и нет никакой. Значит, будет, как говорил герой советской комедии, или, по крайней мере, напрашивается. Что может воспрепятствовать торжеству справедливости? К осени политическая система окончательно въедет в предвыборный период, а в нем, по традиции, граждан положено задабривать, развлекать, прикармливать и умеренно сердить чем-нибудь безобидным и легкодоступным, типа соседа приезжего или нахала-самокатчика, а не ввергать в панику и отчаяние перспективы близкой насильственной смерти. Кроме того, разбегающиеся граждане помешают картине народного единства, кое есть лучшее украшение выбранной кампании. В общем, имеем то противоречие двух целеполаганий, которое уже проявило себя во время прошедшей весенней сессии. Есть вертикаль гражданская, которая отвечает за выборы, и ей нет дела до войны. И есть вертикаль военная, которая отвечает за войну, и ей нет дела до выборов. Казалось бы, в военное время военная вертикаль должна иметь преимущество. Пушки говорят, электоральные музы помалкивают. Но не все так линейно в царстве спецопераций, имитаций приписок и тотального схематоза, пишет Екатерина Шульма. Как вы видите, основное противоречие, которое выделяет Екатерина Шульма на Феридарь Устамова, это история, связанная с тем, что у Владимира Путина есть задачи политические. И эти задачи разнятся с военной необходимостью. Субтитры создавал DimaTorzok